Сибирское подворье Сибирское подворье Сибирское подворье От форума к форуму отличаются Мероприятия, которые там проводятся В лучшую сторону Вы же можете проследить всю эту динамику Больше участников становится Да, на самом деле форум Из года в год вообще в принципе меняется Если брать форум Который был до 2013 года Он был на территории Бирюзовой Катуни Там немножко была совсем другая атмосфера Потом он переехал на территорию Сибирского подворья И у нас, наверное, практически каждый год Есть какие-то мероприятия сопутствующие В 2014 году был Молодежный форум Шанхайской организации сотрудничества В 2015 году конгресс молодых предпринимателей В прошлом году у нас были федеральные площадки Росмолодежи То есть в этом году У нас тоже есть определенные новинки А вот количество участников тоже больше становится Наверное, первые самые Не так много было, наверное, да? Да, первые самые были более тысячи человек Да, хотя мы уже, наверное, со второго или с третьего форума У нас уже принимают части более полутора тысяч человек Мы это количество сохраняем на протяжении уже многих лет А он всегда был международным? Он был международным с десятого Он является международным с десятого года Все-таки такое расширение уже глобально, скажем, да? Да, и хочется сказать, что мы, наверное, практически единственные Ну, чуть похвастаться, да? В России, которая международная на таком уровне уже столько лет И более 20 стран у нас практически ежегодно Ну, заявлено практически все регионы страны Ну, большая часть, скажем так, да? И 27 стран Это какие страны? Ближние, дальние зарубежья? Есть у нас страны и ближнего зарубежья Есть наши соседи, да, соответственно Казахстан, Китай, Монголия Они привозят вообще самые многочисленные делегации Но есть у нас страны, которые первый год участвуют Это Финляндия, Швеция, Марокко То есть есть вот такие экзотические страны Есть у нас экзотический Код-де-Вуар То есть поэтому форум выходит уже далеко за пределы Да, глобальная игра, то есть получается глобальная Эти ребята, это тоже предприниматели, да? Молодые предприниматели приезжают из этих стран, да? Да, да Им тоже интересно поучиться чему-то, да? Наверное, это не только предприниматели, да? У нас же... Студенты, наверное, да? Да, это есть и студенты, и предприниматели, и руководители общественных организаций, да? То есть каких-то управленцев в своей сфере Поскольку у нас есть направления разные от предпринимательских И до направления культуры, да? То есть и вот в культурной сфере тоже, соответственно, есть... В этом году как он будет проходить по дням? То есть какая программа будет? В этом году форум пройдет, как уже было сказано, с 4 по 10, 4 числа у нас день заезда На Сибирское подворье, да? На Сибирское подворье, да, на Сибирское подворье, расселение по местам проживания И 5 числа у нас в 10 утра торжественное открытие, да, форума на территории комплекса Сибирское подворье И затем уже идут образовательные площадки прямо в этот же день Формат сохраняется? Там мастер-классы, да, круглые столы, вот что-то такое, да? Да, мы стараемся каждый год уходить от формата лекционного Потому что это не очень интересно, у нас молодежь... Ура, конечно Да, то есть аудитория молодежная, поэтому мы больше занятий стараемся проводить Все-таки в форме мастер-классов, каких-то занятий Вечером от Эргостиной, чтобы была возможность пообщаться То есть с знаменитыми какими-то вот тренерами, экспертами, известными людьми Поэтому все... А в этом году кто заявлен среди экспертов, тренеров? Ну, пока, по крайней мере, вы пригласили их, да? Там приедут, не приедут, мы еще не знаем Ну, у нас уже подтвердились, да, есть подтвержденные, есть вот кого мы пригласили Еще вот ждем ответа, поскольку почетные гости подтверждаются в самый последний момент, да? Потому что подстроятся под график, вот Но у нас уже есть подтверждение от руководителя Федерального агентства по делам молодежи Это наше федеральное профильное ведомство Александра Бугаева Центра поддержки молодежного предпринимательства Михаил Колтонов Также у нас из Совета Федерации подтвержден Михаил Павлович Тинин То есть, соответственно, какую делегацию он привезет с собой, это еще тоже пока неизвестно То есть это тоже, как правило, у нас есть большая делегация из Совета Федерации каждый год Также из Государственной Думы Наталья Сергеевна Кувшинова, Данил Владимирович Бессарабов То есть наши депутаты тоже как бы в первую очередь И, соответственно, ждем подтверждения уже дальше Также у нас подтвержден директор Федерального центра подготовки спортивного резерва То есть это уже как бы федеральный уровень, поскольку у нас в этом году впервые мы решили сделать, совместить спорт и молодежную политику и площадку, спортивный менеджмент Поэтому он приедет на данную конкретную площадку Я думаю, тем участникам будет на таком уровне очень интересно пообщаться с данными людьми Также вот в сфере предпринимательства, да, у нас одни считаются лучшим наставником в сфере предпринимательства Борис Ткаченко будет на площадке бизнес-профи Поэтому тоже, соответственно, будет представлен Думаю, всем желающим будет возможность представить пообщаться Все вот эти вот, там, получается, целую неделю, да, всю неделю практически Вот эти эксперты будут проводить мастер-классы, да, у них можно научиться Одна из главных целей, я так понимаю, да, это получение новых знаний Обмен информацией и что-то еще, наверное, да? Да, то есть в первую очередь мы выстраиваем, так сказать, и неформальное, да, вот это вот общение Чтобы участники, потому что мы знаем многих уже ребят, которые нашли где-то своих деловых партнеров Здесь пообщались, получили что-то из образовательной программы И применили уже для своего дальнейшего роста, своих предприятий, да Вы отслеживаете этих ребят, и там есть среди участников те, кто несколько раз участвовали в форумах, да? Есть такие? Есть, есть у нас даже такие ребята из других регионов, которые приезжают Приезжают каждый год, да, здорово, удивительно Центральная тема форума, насколько я знаю, тема экологии, год экологии, да? Как это будет отражено? Обязательно, то есть мы не смогли и обойти эту тему, да, то есть тема экологии у нас пройдет красной нитью Вообще, в принципе, на всех площадках, потому что и в бизнесе тема экологии, да, то есть очень важна И для общественных организаций, да, кто-то реализует экологические проекты Также есть такое понятие, как экология мыслей, да, то есть вот все это будет раскрыто И на всех площадках найдет тема от своего отражения И хочу сказать, вот у нас пройдет еще конкурс молодежных проектов Он тоже ежегодный, да? Ежегодный, да, традиционный И там приоритет будет отдаваться, конечно же, проектам экологической направленности Это имеется в виду те самые конкурсы, за которые даются достаточно приличные вознаграждения Это гранты, да, там 100, 200, 300 тысяч рублей, это федеральные деньги, да? Да, это федеральные деньги Их можно выиграть, их каждый год выигрывают, да? У нас в прошлом году, то есть конкурс проектов у нас проводится уже много-много лет Но в прошлом году мы привлекли федеральные средства На конкурс проектов в прошлом году было 5 миллионов рублей Но тема была намного шире, да, то есть вообще в принципе развития территории В этом году мы также привлекли средства федерального бюджета 2 миллиона рублей То есть, да, и получат гранты в размере 100, 200, 300 тысяч рублей На реализацию своих проектов То есть хочется сказать, те участники, которые получили в прошлом году Вот они до конца этого года, то есть по соглашению с Росмолодежью Они реализуют, да, они денежные средства получили в конце прошлого года А, соответственно, этот год у них получается весь на реализацию своих проектов Вне зависимости от того, это бизнес-проект, либо это проект социальный, да, то есть на развитие Не обязательно бизнес, может быть и социальный, да, проект? Да, да А вот в прошлом году, может вспомните, кто-то 1-2, может кто выиграл И может они в этот раз приедут, тоже расскажут о своих победах, достижениях, победителях Да, у нас есть участник, который выиграл у нас, стал победителем в направлении лучший бизнес-проект Игорь Носов В этом году он у нас едет уже экспертом, то есть он уже неоднократный участник форума И в этом году он уже едет экспертом, поэтому у нас наши участники растут Соответственно, кто-то, у нас есть участники, которые были участниками, потом организаторами нам помогали, теперь эксперты То есть мы вот прослеживаем карьеру Настоящий социальный лифт, да, о котором можно только мечтать Так, еще, значит, раз напомню, с 4 по 10 июня, да, на территории туристического комплекса «Сибирское подворье» Открывается 9-й форум «Алтай.Роста.2017» Туда можно приехать только как участник, да? Да, туда можно приехать либо как участник, ну, либо как эксперт, да, соответственно, территория То есть, да, успеваете, в следующем году регистрируйтесь, да, на сайте там и становитесь участниками, да? Да, обязательно Как бы всех, территория закрыта, да, поэтому Ну, конечно, эксперты, проще, проще, да Да, все, то есть мы всех участников отсматриваем, поэтому просто так, конечно, в этом году не получится приехать Но вот на следующий год мы будем рады заранее с регистрации порядка двух месяцев длиться, поэтому Ну, нормально Спасибо большое за беседу, до новых встреч Спасибо Спасибо Я напоминаю, что на вас в гостях была руководитель штаба форума АТР, начальник сектора молодежных проектов управления спорта и молодежной политики Алтайского края Валентина Байбородова Спасибо за внимание, до встречи Спасибо за внимание, до новых встреч